Сегодня в местечке Емва Лежинского района произошло ДТП с участием машины скорой помощи. УАЗ выбросило на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Нива Шевроле. Погиб фельдшер неотложки, 22-летняя девушка, которая в момент удара находилась на переднем пассажирском кресле. По словам очевидцев, роковую роль могла сыграть глубокая колея, которая обнаружена на этом участке. Виктор Прокушев о трагическом стечении обстоятельств. 10 утра, обычное буднее затишье. Это уже не утренний час пик, но еще и не жаркий обеденный аншлаг. Автомобиль с видеорегистратором мчится в сторону Сыктывкара. Впереди Нива Шевроле, она также движется по своей полосе, не нарушая скоростной режим. В какой-то момент автомобиль скорой помощи как будто делает попытку повернуть влево и почему-то на большой скорости. Жесткое лобовое столкновение и движение на Ежинской трассе временно замирают. По предварительным данным, виновата колея. На этих кадрах демонстрируется максимальная деформация дорожного полотна 7 сантиметров. Именно отсюда скорую помощь откинуло по смертельной траектории. Скорее всего, угодив в нее на 14-м километре автодороги Сыктывкар-Ухта, водитель УАЗ попытался выровнять машину. Если бы в этот момент на пути не было встречного транспорта, трагедию удалось бы избежать. От удара машина развернула на 180 градусов. Обратим внимание, автомобиль скорой двигался без включенных проблесковых маячков и без сирены. А значит, несмотря грядущее неудачное стечение обстоятельств, преимуществ не имеет. Еще одна претензия, которая также будет учитываться при проведении расследования – всесезонная резина буханки со следами явного износа. В результате дорожно-транспортного происшествия фельдшер, пассажир скорой помощи скончалась до приезда скорой помощи. 9 человек пострадали доставленные в медицинское учреждение города Сыктывкара. Сейчас наибольшее опасение у медиков региона вызывает состояние двух пациентов. Они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Один из них – это водитель Нивы, на которого пришелся удар скорой. К слову, отечественный внедорожник не оборудован подушками безопасности. Состояние же годовалого малыша пассажира Нивы по заключению медиков удовлетворительное. Говорят, отделался лишь шоком.